Сюжет достойный пьес Островского. Со времен, когда в Кинишме творил великий драматург, немногое изменилось. Вот, например, история наших дней, которая может перерасти в громкий скандал, или, говоря литературным языком, достигнет своей кульминации. Действующие лица. Чиновники управления городского хозяйства, некая инвестиционная компания, операторы связи, жители Кинишмы, прокурор. Предмет разногласий – опоры уличного освещения. Немного предыстории. С 2007 года Управление городского хозяйства сдавало эти самые опоры в аренду операторам для подвесов линий оптоволоконной связи. Каждый оператор за один подвес платил в городскую казну 60 рублей в месяц. В июле этого года ОГХ договор с провайдерами расторгла и заключила новый на 10 лет СОО «Инвестиционная компания». Договор был заключен с целью для более эффективного использования имущества муниципального, а также с целью снятия с работников Управления городского хозяйства непрофильных обязанностей. Цена контракта договора по аренде имущества с инвестиционной компанией, она в части за один подвес, она не изменилась, даже изменилась в большую сторону. У нас с операторами связи было 60 рублей с подвеса, с одного, а с инвестиционной компанией 61 рубль. То есть никакого ущерба бюджету здесь не нанесено, конечно. Так это понимают чиновники. Операторы связи прокуратура придерживаются другого мнения. Раньше в бюджет города поступало 60 рублей от каждого оператора, который использовал столбы для подвесов. То есть этих подвесов могло быть и 2, и 3, и 5 на каждой опоре. Новый арендатор должен платить за весь столб 61 рубль, как будто висит лишь один кабель. Прокуратура усмотрела в таком подходе чиновников несоблюдение бюджетного законодательства. Установлено, что инвестиционной компанией не используется все то количество опор, которое передано по договору аренды. Таким образом, оплата за арендованные имущества поступает в бюджет в меньшем размере, чем она поступала при ранее сложивших договорных отношениях с операторами связи, что также свидетельствует о том, что бюджет в настоящее время недополучает неналоговые доходы. Кроме того, по договору между УГХ и инвестиционной компанией последняя приобретает максимум прав на использование опор и минимум обязательств. Может, не уведомляя собственника заключить договор с упорендой. Объем арендованного имущества принять не в том объеме, какой был выставлен на торги, а тот, что примет по акту, и при этом получать свои дивиденды от сдачи в субаренду городского имущества. Доход от передачи в субаренду будет поступать исключительно в адрес инвестиционной компании, а не бюджета городского круга Кинишма. Все это препятствует получению в бюджет дохода, который бы мог администрация городского круга Кинишма использоваться для решения каких-либо социально значимых задач. Теперь слово операторам связи. Оно будет, пожалуй, еще более возмущенным, чем речь прокурора. Дело в том, что инвестиционная компания, получив по договору на 10 лет муниципальное имущество, предложила операторам за каждый подвес платить 420 рублей. Каждому. Такой вот незатейливый бизнес. А в бюджет платить только 61 рубль за всю опору. Все 10 лет. Разница очевидна. А потому уже полгода никто из кинишинских операторов связи на условия инвестиционной компании не соглашается и, соответственно, не платит. Интеркомтел арендует опоры с 2009 года. За весь период у нас не было никаких разногласий ни с управлением городского хозяйства, ни с администрацией. Ни по техническим вопросам, ни каким-либо еще. Но нынешняя ситуация, когда между оператором связи областного масштаба встраивается в фирму прокладка, на наш взгляд, нетерпимо. Арифметика здесь простая. Арендуя опору за 61 рубль, инвестиционная компания пытается получить с каждого оператора на этой опоре по 420 рублей. Как город смог отказаться от доходов, которые поступали непосредственно от операторов, нам непонятно. Но догадаться несложно. Абонентам ООО «Антенна» рекомендовано поменять операторам. Якобы оборудование компании, управляющие организации, аффилированные с инвесторами, будут демонтировать под самый Новый год. Такова цена, которую провайдеру придется заплатить за несговорчивость. Угрожают отключить наше оборудование, конкретно управляющие организации, которые управляются из ДНЕ, то есть не кенешемские учредители. Это вот на сегодняшний момент жилищник, правильно называется ООО «Кенешема жилищник» и объединенные управляющие компании. Развесили на ряд домов объявление такого содержания, что просим вас переключиться к другому оператору, поскольку оборудование провайдера ООО «Антенна» будет отключено от сети. После шума устроенного нашей, так как мы являемся еще и редакцией СМИ «Кенешемское телевидение», они немножко отступили, как бы дали тайм-аут взяли, начали как-то вроде разговаривать с нами. Но все равно вот сейчас к вам ехала на съемку, позвонили абоненты с переулку Нанаевского, дом 20, и им из уст управляющих этих компаний сказали, что 31 декабря начнут демонтаж нашего оборудования. «Кенешемская прокуратура требует от управления городского хозяйства договор расторгнуть. Инвестиционная компания от такого доходного бизнеса отказываться, конечно, не собирается. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении. Начальник УГХ, который эту кашу заварил, на данный момент уволен. Начальник муниципального учреждения управления городского хозяйства Брагин Константин Николаевич был уволен по инициативе работодателя, поскольку к его работе было очень много нареканий со стороны населения городского округа Кенешема». И снова чиновники недоговаривают. Коллега их покинул в свое кресло далеко не из-за жалобы жителей. По иронии судьбы своего места Константин Брагин лишился именно из-за опор. Заключил с подрядчиком контракт на установку столбов, подписал акты выполненных работ, а потом надзорный орган недосчитал с опор более чем на полмиллиона рублей. «При проверке прокуратуры города фактического исполнения тех работ, которые были заявлены в подписанных сторонами актах, установлено, что части опор наружного освещения не установлены на территории городского округа Кенешема. Таким образом выявлен факт оплаты невыполненных работ». Тут не только жители жаловали, сотрудники ФСБ проводили в УГХ выемку документов. Схема знакомая. В настоящее время Кенешемский директор МУП управления капитальным строительством Белов находится под следствием за такие же подписаны акты приемки невыполненных работ по строительству детского сада на улице Гагарина. История с инвестиционной компанией крайне непрозрачная. И риторический вопрос, почему ни глава администрации, ни исполняющие обязанности начальника управления городского хозяйства не остановят весь этот фарс. В 2014 году, когда история только начиналась, Алексей Крупин уверил оператора в связи, что договор с инвестиционной компанией заключил ошибочно. Его обманули. Может потому, что, как писал другой великий классик, «Ах, обмануть меня несложно. Я сам обманываться рад». Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова, Кенешема.